Юрий Розенов и Василий Соловьёв 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 Юрий Розенов, и Василий Соловьёв Давайте, давайте, ребята, подбирайте меня. Думаю, надо бить и забивать. Уходит мяч за лицевую. Удаст углопоря. Что говорит Лионель Месси? Вот моментище. Спасает колки поворота, но придется еще ему стараться. Бускец. И тем не менее, решил время не терять, бить той ногой, которая слабее. В принципе, попытка такая приятная. Думал выиграть время. Ну а что еще было делать в этой ситуации? Ведь могло и свисти. Так, на поле выходит новый игрок. Педро. Вот пошла борьба. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Смотрим и любуемся на Месси. Думаю, надо бить и забивать. Удар поворота. Угловой Барселоны будем смотреть. Смотреть. Вот момент. Штанги играет дальше. Шанс для Барса. Команда будет выдавать угловой. Мне показалось, соперник и сам не ожидал, что мяч так легко к нему попадет. Когда делается пас вратарю, это значит, их, думаю, надо бить и забивать. Ну же! Мимо. Мимо ворот. Мимо счета. Мимо денег. Хавьер. Хавьер. Дани Альвес. Сейчас Калпускец. Маскерано. Когда Хавьер Маскерано находится в центре поля, то команда может быть спокойна, потому что он очень хорошо разрушает атакующие действия противника. Хардели. Неповторимый футбольный инопланетянин Рональдинио. Защипен на высаде. Защипен на высаде. Неповторимый футбольный инопланетянин Рональдинио. Встречать его уже поздовато, потому что сейчас будет удар. И хорошая передача пяткой. Толку чуть не уверен и так играть нельзя. Встречая над ведущими новостей, скажем так. В первом тайме счет не изменился. Сколько же можно моменты-то упускать? А я думаю, это первые слова, которые скажет тренер своим подопечным. Мы начинаем, или вернее, мы продолжаем, потому что это второй тайм Педро Но мяч-то в чужой штрафной можно на контратаку нарваться Потому попытка накрыть соперника прямо там, у него дома Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам И продолжается атака Вот обыграл один, думаю, надо бить и забивать И вбрасывание на половине поля соперника И вот потеря в центре поля И вновь вместе с мячом Положение вне игры Сейчас ногу снятся Андрес Ильеста от борьбы не уклоняется Смотрим и любуемся на Месси Перехват в середине поля Может быть это и вправду второй Барадона, это Месси И игрок с мячом выходит Пар поворота Жозоя Неплохая передача, думаю, надо бить и забивать Педро Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда В этот раз он эту грань приступил Неповторимый футбольный инопланетянин Рональдинио Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар Мяч отобран Думаю, надо бить и забивать Англичане когда-то назвали этот форнер У нас до конца это понятие не приживается Мы предпочитаем угловой Мне не очень нравится, когда процесс владения мячом одинаковый Я думаю, тогда его просто не стоит выводить на экран Это факт У нас все по-честному 50 на 50 Очень интересно Неужто не забьет? И? Хорош был удар, но вратар еще лучше Педро И арбитр фиксирует взятие ворот Знатный год получился, что и говорить А ведь с первым ударом вратарь справился Но где были защитники? Почему они не выбили этот мяч? Куда-нибудь, ну куда-нибудь подальше Гол первый, а половина игры вторая Уже шевел? Думаю, надо бить и забивать Арбитр поднимает фажок, а значит игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно Оффсайт Проигрывает команда Вполне резонно, что тренер ищет варианты Вот один из них, выход нового игрока Какой-нибудь захлебнулась атака Но не знаю, не знаю Возможно, она снова продолжится Что говорит Леонель Месси? Зафиксировано в сайт Да, зафиксировано Партнеры поддерживают Смотрим и любуемся на Месси Пошла передача Петро Ловит голкипер Аскерано Эймар Опасно Сделали защитники, что положено Так учили Выбери мяч Деймар Как Павкошина Футболист падает Похоже, потянул мышцу А и контакта-то не было Победа Барселоны Часто приходится говорить такие слова